Так вот, собственно говоря, Буэнос Диас. Вот это место, вот этот завод Хенкель. Вот тут я окомпарился. Про колючки я говорил, про вот эти вот. Вот, вот, вот это вот. Такое острое, очень мелкое. Испанцы здесь в основном срут. Погода отличная для покрутить. Так что вперед. Странно, я смотрел, вроде дождя не обещали. Но тучи такие, бождевые, прямо 100%. Ну что, банда, вперед, навстречу приключениям. До дома нам в районе тысячи. Ну там 900, смотря что. Вдруг мы захотим посмотреть что-то. Так, цепь я промазал 21 915. На всякие пожарные. Надо купить воды. Есть я, не хочу. Везти я с собой еду никакую не хочу. Все. Леклерк, откуда ты здесь, голубчик? Как ты смог? Мы с Ириной Владимировной во Франции ходили. Там я помню, лосось был по 790 по акции. Каждую среду или четверг. Как быстро промзона вступила в свои права? Моментально. И запахи пошли такие уже. Какая-то химическая резина, лак. Что-то такое. Сплошная промзона вообще. Там где-то рисовала Лидл. Но я туда даже, да, может воды только. Хотя, гидропак он, я-то его мою, а трубку я помыть не могу. Он, по-моему, подцвел. Сейнт Гобэйн. Класс. Стекло. У меня, кстати, на Холис М1 Сейнт Гобэйн. Производитель стекла закаленного. Вот это вот вход, да? Вот. Вот это что такое? Ну это же подъем. Не для инвалидов, не для мам с коляской, не. Идите по газону. По-простому, для большого хлеба просто берите пакетик. Гранды. Пекенье есть, а маленьких нету. Я зачем-то купил килограмм картофельного салата, хлеба. Взял пиво из пака, достал. А она не бьется. Она говорит, я не могу вам одну продать. Я говорю, мне не нужен пак. Я говорю, попробовать хочу. Просто она говорит, никак. А с другой стороны, что его есть сейчас? Он холодный. Часик он полежит. Минералки сейчас глотнем и поедем. У них тут, кстати, тоже курочка есть, параевар. Но до нее еще 24 минуты. О, вот это я понимаю, когда погода. Он три глотка еле сделал. Ну, оно когда ныли, так что его пить? Обычно это вот то, что это поедет на руле. Я не знаю, я живу как могу, все. Но я салат увидел картофельный. У меня даже была мысль, картошки отдельно взять, да, со сметаной поесть. Ну, с греческим йогуртом. А тут оно уже готовое. Да шо ж я, отказывать себе буду. Тем более я за цену просто пустого греческого йогурта получаю целый салат. Он так же 2 там 29 стоит, что-то такое. Сейчас отъедем в какое-нибудь место, будет приятное. Пускай заодно тот чуть-чуть переварится. А курочка там у них такая соблазнительная нарисована. Мама дорогая, а! Мадре миа! Если прямо здесь вопрос кардинально решен вот так, то я, конечно, проеду. Столбики уже мне чуть-чуть меня так, нормально. Но я люблю, когда с заграждением. Да хочется жрать, ну что? Понятно, я ж не на жопе сижу. Мало того, что просто какой-то расход у организма есть. Просто идет. Им жира бы тоже перед картошечкой неплохо поесть. Мне Португалия чем-то Румынию напоминает. Хотя Румыния, мне кажется, просто Португалия, они как бы, наверное, у них, ну, стремление там показать, что нет, мы там, мы Европа особо нету. А у Румын-то есть? У них и автобусы все новые. И как-то все у них так там, так видно, что страна движется. Кузова вот эти вот, я когда ехал, не успел снять. У чувака, вот двор, он весь в кузовах. Их снимают и устанавливают вот такие вот настоящие кузов, нормальные, с бортиком. А, я рассказываю все, да? Короче, я говорю, велодорожка крутая. Это уже чисто велодорожка. Это не комбинация никакая, ничего. Ах вы мои сладкие. Какой у вас Defender, а? Каратыш. Туда! Офигеть! Ну, отлично. Что? Я попутно сканирую. Ну, мало ли, ну, инжир все-таки. Ну, знаете, как картошка, это картошка. А инжир, это инжир. Мэт, Сэмэт, Форд, Электро, Португаль. Что, какой-то завод, что? В Португалии производят форды электрические. Я когда узнал, что в Испании есть какое-то высокотехнологическое производство этих вот поездов, еще там чего-то, меня вообще, ну, культурный шок был. Я до сих пор не могу понять, это буквы в бетоне или нарисованные? Нарисованные, но очень круто нарисованные. Какие буквы, а не важно. Важно, что я увидел. Как мне сказал Рома, один хрен ничего не видно. Вот такая вот погода. Легкий ветер в спину и без дождя. Идеально. Ну, вот честно. Вот это здесь производство развернуто. Там вот из этой трубы, вы посмотрите, как дустит. И ЖД-шки, 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 фуры, фуры, фуры. Ашанчик, вывеска какая, на принтере, на струйном напечатано. Полосочки видно. Но это, конечно, ничто по сравнению с тем, что в Румынии все указатели маршрута, вот эти вот таблички, они все нарисованы вручную. И оно смотрится настолько мило, настолько уютно. Это бассейн. Я думал, я прочитаю, что здесь. Что вот это вот такое с фонариками? Ну, что вот уходит вот туда, просто на гору вверх? Что, для каких-то чуваков, которые там живут, чтобы они могли прийти в бассейн? Ну, может быть. Потому что тут вот идти как-то один автобан, второй, там еще что-то. Нет, автобан вот тут, а это обычная, Н-10. Вот там. Нет, это полный круг, вот описывает вот эта штучка. Вот она идет вот так вот, входит вот в этот вот завод, и потом пошла наверх. Офигеть, вот это вот, у нее такие промышленные производства. Это, конечно, вот попасть бы на экскурсию на вот такое, а? На работающее. Что это такое возле этого завода? Вот прекраснейший дом, заезд, гараж. Тут вот посидеть. Огромная территория. Что, оно вроде не покосившееся, стоит нормально. Еще один такой же самый дом. Что? Что тут пошло не так? Мне гугл здесь дает маршрутец вдоль вот поселочков. Там километр от силы, по-моему. Я хочу проехать, глянуть, естественно. Только как он мне его дает? Погодите. Вот оно, наш мост. Вот я же чувствую. А кто? Тут какая-то и Марина, и Парус присутствуют нормальные. Сименс поезд. Ну что, старая Португалия. Мне кажется, старая Португалия, она за счет вот этой вот плитки и за счет совсем разных домов, она повеселее такой вот обычной старой Испании. Хотя у нас Кабаньял, конечно, тоже красивейший район, который у моря вот старый именно. Который был вообще не в Валенсии. Когда еще в Кабаньяле говорили, я поеду в пятницу в город. Можно тоже вот прямо от Лиссабона. Короче, Лиссабон посмотрели. И вот вдоль берега точно вы не разочаруетесь. Вот точно. Так, нам бы на мост и за мостом я хочу уже где-то сесть и поесть. Что там мы, 25 проехали? 22, господи. Первые 5 км пролетают вообще за секунду. Первая двадцатка тянется подольше. А потом пошло 30, 40, 50, 60, 70, 80 и уже, уже не важно сколько. Сагрес. Сагрес ваш этот, отстаньте. Уже вот там на горе что-то красивое. Понте, мост. Боже, как приятно, а. То есть нам нужно на мост. Я же думаю, всем понятно, что Алексей Юрьевич обязан пройти по этому мосту и как орел осмотреть все. Гора вот эта вот красивая очень. И на ней там что-то есть. Или, ну, наверняка, естественно, метеостанция. И что-то вот там, ну, вот, мне такие места вообще вот... Наверное, надо мне начать пробивать такие темы, как маяк. Что-то такое, куда обычному человеку попасть тяжело. Ну, во-первых, потому что мне это интересно. Вот так. Я здесь не еду, потому что фуры пролетают настолько быстро, чтобы меня не пошатнуло здесь. Вот так. Судя по всему, когда прилив, сюда даже лодки могут зайти. И где-то там, вот, наверное, у человека дома, можно ее припарковать. Вот тут канальчик есть. Вот Понте, Маричал. Вот. Вот я особо не читаю. И здесь было что-то еще, но этого нету уже, к сожалению. Или прилив. Что-то как-то вода крутится на одном месте. А шатает-то мост от фур. На заклепочках. Странно организовано освещение. Фонарные столбы стоят отдельно. Ну, зачем? Когда было разумнее бы их установить сразу на мост. Хотя, наверное, на все есть свои причины. Ага, это лодочные гаражи вот такие. Вон там у каждого парковочного места есть своя будочка для скарба. А вот там уже марина. Такая, ну, с лодками настоящими. Отсюда же выход в океан-то есть. Ну, естественно. Стремненько, когда мост, знаете, так, подо мной, так, у-у-у, и играет. Я решил поесть. Спрятался я за вот таким деревом. Вот, на остановочке. Посижу, поем, как человек хоть. Так, ну что, смотрим, что за салат. Картофельный салат. Это, наверное, чисто какая-то португальская тема. По-моему, вкусно. О, как будто в садзики добавили картофана. Каждый почему-то считает своим долгом на меня посмотреть. Думает, может, я тут что-то делаю интересное. Ходится и мне крахмал есть. Ну, не наедаюсь я. Мы, кстати, как через мост перевалили. Тут такая теплым. На семью еще, я помню, мне все время... Жри мякушку, жри мякушку. О! В 100 граммах 160 килокалорий. То есть мы всосали килограмм. 1600 килокалорий. 100 грамм жиров, 34 грамма сахара, 15 грамм протеина. Порцаечка. И 12 грамм соли. Вот это я понимаю, поели. Ну и хлеба. Вот. Все, теперь крутить аж дос хочу. Что-то в районе 190 нам до границы. Это еще Португалия. То, что мы реку переехали, мы же не уехали еще. Рис. О, какие. Кто это? Цапли огромные. Или кто это? Вот это. Кто, 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 кто? Огромные вообще. Ветер нам уже не в спину, а в бок. Интересно, как люди живут под лэпом. Постоянно вот этот звук. Постоянный. Ну, то есть, я бы чисто психологически, наверное, в этом автобанши, ну, постоянно такой вот электрический треск. Ну, просто одно дело, когда там через промзону еще где-то. Но когда оно через... Прямо дом, вот над домом, представьте себе, ты спишь, оно ж... А ночью, когда машин нет, оно... Оно треск дает вообще, ну... Я просто возле лэпа ночью проходил. Звук вообще, оно ж... Шума этого нет. А лэпа-то шумит так же. Во, как у нас на Спартаке. Тоже прикольненький такой балкончик угловой. Да и скамеечки, и вот променадец, и вот нормальное какое-то вот такое вот приятное. А, ну да, мы же от моря отъезжаем-то вглубь Португалии. Точно, народ. Мы же от моря уезжаем. От туристов, от денег. А, здесь одно... Этот самый... Стоит реверсивное тишение. Там, видимо, какой-то рот наоборот произошел. Среди-ка стоит и четко смотрит. Это гвардейцы в зелененьком, как в Испании. Они тут, конечно, модельные все. Особенно вот такие вот гвардейцы. Что у нас? Что у них? Я издалека подумал, вот я приехал вот оттуда, что мужик настоящий. От португальцы, а? Бучара-то каков. Да, пускай мой, может быть, не такой, как на том дереве. Но он тоже, он готов, он стоит здесь. И сейчас, сейчас я закину вельчик и поем. Однозначно, пофиг, что мы этого салата наелись, неважно. А гранаты что-то зеленые. Да и что гранат? Ну, гранаты и гранат. Что им, наешься что ли? Ладно, окей, это дерево получает второе место. Хотя, народ, на самом деле, просто мы-то едем, а время идет, и он просто более спелый весь. Да уж, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Любимый бренд всех строителей. И не только. Здесь я вам хочу показать, я, ну, настолько это мило, и когда люди не забывают свои корни, ну, то есть, свою историю. Понятно, что они сейчас, и чабанов, и пастухов, очень много, да, но вот, вы посмотрите, насколько это мило, вот, коровы, да, среди оливки, да, да, пускай не такая супер оливка. Здесь пространство такое, пёсель, да, и чувак на коне, ну, конь еще с клеймом, седло такое простое. Так я таких же и видел, я же, вы же смотрели видео, когда они костом погоняли. И подсветка, и на пёсе ли подсветка, и на этом, и на коровах. Ну, приятно, слушайте, ну, честно. Вот этот вот товарищ, конечно, это... И облачка такие красивые. А я еще смотрю, узкое такое место, обочины вообще, как бы нету. А потом раз, а тут велодорожечка. Это мы от кольца, от этого, вот с него свернули, и тут же. Откуда здесь вот этот вот дом? Мне кажется, его, это самое, его, наверное, к визиту Хрущева построили. Он когда был в Порту, в Португалии, чтобы его когда возили, он говорил, о, как у нас. Это пшеница. Ну, как, какой-то сорт лаковых. Цвет такой, знаете, он как вот вообще необычный. Да, только от, от океана мы отчалили все. Впереди вон, не облачко. И опять будет перепад температур. 33,13. Это гугл сокращеночку дал. В кои-то веки. Не по полю. Самая обычная деревня с петухами. Вот они везде. Кукареку, кукареку. Какие-то магазинчики, заборчики по колено. Кстати, лук по-португальски цебоя, цебо и ла, то есть, как цебуля. И пишется так же. Вообще, один, один в один. Так, что делает здесь вот эта вот птичка? Вот она. Как она не боится этих коней. Вот представьте, я коней боюсь, а она, смотрите, она у них прямо под копытами ходит. Такие кони статные достаточно. Вот это вот жеребеночек вообще. Все же в курсе, да, что конь, когда рождая, 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 он встает тут же, ну, на ноги, буквально вот. То есть, он выпал там раз-два, и он уже может встать. Ну, я думаю, всем понятно, как они живут здесь. Вон у них, вот тут вот ограда только здесь, вот туда ничего нету. Я не вижу сетки, вот сколько глаз. Калифорния. Как говорится, в Лос-Анджелесе мы с вами уже были. Да, испанцы там прошлись. Они, кстати, там и сейчас есть. Я, кстати, уру, я говорю, слушай, здесь, если так сказать, иходы пута или ихопута, он такой, не-не-не, тут, говорит, так это не прокатывает. Здесь, говорит, здесь, говорит, ни Валенсия, ни юг. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну так, могут и напрячься, и обидеться. Я говорю, а коврон? Он такой, не, ну, коврон нормально, это нормально. А вот ихопута, он говорит, это говорит только среди друзей, прямо, чтобы точно было. Ну, вот, вот. домики одноэтажные, полутораэтажные с массандрой. Мусорнички чистенько. Вот это красота. И пошел уже такой рельефчик, чуть-чуть такие плавные, холмы пошли. Оно не сколько на скорость влияет, сколько на расход воды. не видно просто, что тут, а там как, как раз таки по обочинке и было. Нам главное не пропустить, где тут у нас отчехление. Но еще важнее посмотреть, что оно нам дает. Вот на речку, на вот такую вот посмотреть. там вот, я так понял, велодорожечка идет, вон скамеечки. Тут тоже. Сейчас я хочу маршрутец уточнить, что-то вон там какую-то тень на плетение. Сейчас гляну, грунт это, не грунт, что это. Ну, посмотрим, что нам три минутки посидеть в тени. мостик-то старый, ЖД, наверное, такое, я бы сказал, под полторы полосы, не больше. Я уже несколько раз вижу объявление о продаже черешни. Два килограмма десять евро. Понятно, что если она продается, значит, она где-то здесь и растет. вот сюда нам сейчас. Вот, на N251 от 10 евро кайша, наверное, коробка. Коробка два килограмма. Вот, N251 и вот по ней мы едем до N4. А N4 идет прямо на границу. Как границу? В Испанию. Элвас, вот, по-моему, нам, кстати, в Элвас 135 до него. То есть, до границы 135, а там чуть больше он практически на... Тут опять граница по реке. Одна из самых диких брусчаток, по которых мне доводилось ездить. Просто, вообще, то есть, между камнями зазоры там, 5 сантиметров, 6. Иногда бывают такие прострелы, что просто колесо там, допустим, едет между камней там, 10-15 сантиметров. такой дороги справедливости ради, скажем, ей-то ничего и не страшно. И это еще очень хороший участок. Но смотрится народ офигенски. Вот этот в разнобой когда вообще бомба. если медленно, по нему даже может быть недолго и приятно, но не наваливать. Эх, нам бы вот так вот хотя бы часика три покрутить. тридцатка. Да. Ветерок чуть-чуть подгоняет. Вроде бы и не жарко. И тридцаточка вообще легко при каденсе таком более чем умеренном. а собственно говоря 82. Так у нас так при таком раскладе сейчас вот тут через час начнется факультатив. Планов вообще нету. Доехать только надо до холодной воды и все есть я не хочу да и не надо. О! красавчик низкие двери но на оборотах на больших не турбо естественно расход энергии расход воды 3 35 может в этом Чука и Геко попить что-то есть а? Сагры сагры знание ну сейчас то пиво куда? понятно понятно просто просто что-то происходит непонятно что нам бы попить что-то короче мы его проезжаем и выезжаем на трассу снова другого варианта нету так нам тут до поселочка до какого-то пятна пятна я чуть-чуть воды из фляжки хлотнул так что норм красиво места бывают вот 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 о чем я вам говорю вот воблин но я к этому отношусь с пониманием потому что очень много на хвосте веса здесь вес если за руль держаться этого нету не держать руль а просто держаться за руль вообще этого нету и оно никак не ощущается никак вы его не разболтаете так а между тем у нас соточка за 5 20 примерно и средняя скорость 18.7 вот вот что делает ветерок рельеф погодка вода свежие ножки да мы тут на такие затяжные подъемы и легко так ну конечно два дня мы что там в филоне или по 60 км ну правда такие 60 км там на горку ну и погодка сейчас уже так бодрит я даже не знаю что что за день пятница или четверг вообще это не важно здесь здесь на разделителе какие-то рыбки черепашки воды я на заправке не купил там ее нету ничего нету в общем едем сейчас что-то пускай нарисуется что-то да фиг бы уже попить инжира бы хотя хотя бы ничего нету не ну нам там сколько там метров 15 до поселка ну конечно хочется что-то не так-то я водой залился да но жажда все равно она прямо во рту пересохла вообще все я не скажу что я наваливаю но жму я по верхней границе комфорта здесь целое стадо рогатых коров или быков в общем вот они с рогами такие вперед и у них тут поле для них просто огромных размеров просто огромных вон и с телятами уже практически да куча с телятами блин пиво ж надо попробовать это ну в баре стопудово можно одну бутылку купить вот ну шо мы доползли до павии сейчас посмотрим что у вас тут для меня есть так в стекле вон у них стоит холодильник сагрос мини в стекле да все она говорит пей здесь я говорю да не хочу я здесь я на вынос она нет говорит ну правила такие нельзя она говорит я вам могу латы я думаю что такое лата она мне вынесла в банке я говорю такое такое же она говорит да я говорю точно она говорит точно на вкус все то же самое не ну такое если то бог с ним я хотел именно 0.25 зачем мне опять 0.33 больше нельзя оно тогда толку нету организм водой единомоментно не насыщается это уже всем известно то есть нельзя взять допустим вдуть там 2 литра и сразу организм насытится водой нет да вимиеро 17 эстремос 39 в принципе уже можно и место смотреть я хочу что-нибудь такое уютненькое но в городе как я люблю вот такое вот кошерное то есть вот у нас два варика через 17 или через 40 вот это да я вот такое возле Валенсии в Турии видел чувак обязательно с собачкой естественно офигеть вот это да да водителям тут тоже конечно не сахар со мной тут несколько раз было тут один раз Порш Каен по то есть ну я вот так вот еду да и поворота от меня налево и фура меня обгоняет и я слышу такой звук прямо как на ралли и слышно что ЕСП срабатывает я вот смотрю фура меня обогнала пыль и за нее вылетает Каен он наполовину на обочину ушел там камни все понимаешь ЕСП прям слышно что ну колеса вот это вот ничего не сигналил никому никто ничего Порш даже ногу с газа не убирал разъехались и все вот это вот все пробка пробка я их уже узнаю пробковое дерево только здесь с него еще не сняли так красиво вообще да Португалия шарм свой у нее есть собственно говоря если бы не эти отличия то чего тогда сюда и ехать вот я просто покажу вам о смотрите вот он кусок натуральной пробки хотите сидушку под жопу под шоу угодно вот о толщина сантиметров пять вот взял обрезал как надо сделал все еще и на закатном солнышке и вот все вот такое то только или с коровками или без или камней чуть больше или меньше или деревьев чуть больше или меньше это пробка все мы уже видели но я вам покажу еще раз натуральное гнездо о да и все смотрят на меня ай красотища да а камни так какие прямо из земли вот это вот все повылазило мадре мия вот это все каменное поле это все паспище для коровок невероятно да ладно что тут за кемпинг в 300 метрах мне даже интересно какая-то африка прямо смотрите как закат сквозь деревья поле вообще невероятно смотрится икру вот эти с рогами и звон колокольчиков я хочу поехать кемпинг глянуть ну хочется не пойти в таком месте зооком париться если не пустят вот напротив ну это же просто невероятно вообще камера не то показывает мне кажется мне кажется я лучше поеду честно вот это открытая дверь никого нету одна машина знаете я лучше к людям поеду ребятки вы меня простите я такие кемпинги призраки не люблю тону мне тогда уже ей богу спокойнее или вот тут где-то будет или прям в парке там где-то заком париться или возле города где-то если кто-то думает что Алексей Юрьевич отвязанный напрочь нет мне стрёмно я у меня такие мысли там может какие-то собаки или кабаны или змей или я не знаю ну что угодно то есть ну конечно я себе кино накручиваю они бы еще клоуна повесили на входе и кто-то такого который ручкой машет ага 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 кто 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 кролик к нему даже коровы не подходят вот звук только отсюда да погодка на самом деле если бы сейчас время можно было бы крутануть как в GTA назад там часика на три да на два ох я бы покрутил бы еще часа три а то и четыре да уж дожиться до того что сказать что фонарик это верный друг по сути Алексей Юрьевич тотально одинок а с другой стороны ну как это есть круг общения что значит одинок вообще все это сравнение знаете для одного это одиноко для второго это шикарно каждый это определяет сам то есть человек мера всего я уже говорил это мы причалили причалили в Вимеиру сейчас посмотрим где мы тут просто можем взять выпить пиво раскинуть палатку и откинуться есть и тут такой для нас бон шанс знаем вашу супер брусчатку красивый поселочек нам бы только лесок какой-то или парчок я не хочу ночью сейчас ехать по по вот 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 с такими фурами не не нет ребятки простите эту блажь мы пропустим я вам даже больше скажу больше даже больше скажу больше я даже выезжать на Н4 не хочу я сейчас вернусь в поселочек и там парк на окраине есть поеду его посмотрю вот сейчас мы пройдемся через поселочек поселочек приятный все сидят едят черный кот давай давай не черный кот иди если вот сюдой то я согласен посмотреть что тут здесь какой-то заброшенный кабак закрытый можно кстати в нем если что закомпариться на ступеньках я не думаю что кто-то против будет и где же ваш парк то ребятки вот это вот он че то я не добычаю че шо водички нету нету водички понятно шо подкваканя лягушек спать будем слушайте по-моему я здесь никому не мешаю самое главное чтоб полива не было ну вроде нету и стекол битых тоже вроде нету ладно будем тогда здесь спадки вроде место нормальное а что у нас собственно на ужин то на ужин у нас в прямом смысле корочка от хлеба я же надеюсь я ее не выкину нет вот она и пиво все прекрасный ужин прекраснейший возле автобана мне вообще спится всегда офигенски воды жалко здесь нету конечно ручки помыть но то такое да народ вкусное пиво нормально такое полноценное а с хлебушком так вообще настоящий хлеб и жидкий все там что-то 140 нормально до границы нам ну как до границы до реки там 86 если бы мотануть часа на 4 на 5 назад долетели бы нефиг делать погода идеальная просто идеальная вот это приключение а мама недорогая да пиво нормуль не амстол я надеюсь что Вова до этого не досмотрит и не скажет мне что я лошара и не попробовал ни одной из настоящих пив ну немецких чешских которые он мне рекомендовал не мы поелись сегодня ого жир конечно и салат вот этот вот не ну какой ну куда по вот такому вот шоссе сейчас ночью пилить а когда даже дальнобои все уже спят я прошу прощения 148 ну отнимем там 2 километра на кемпинг тут тут туда написано было 18 обратно 4 ну не важно как бы 148 кмм отмотали смена то 758 8 часов и средняя скорость 18.6 да это рекорд практически слушайте народ а ведь еще августа и не было вот это звездное мне оно кажется абсолютно каким-то безумным и сумасшедшим ну даже тут шум все портит засветка вся ну ничего мы сделаем это в этой жизни так или иначе я вам говорю да пофиг так или иначе все спокойной ночи да ну куда тут ехать ну куда на машине стрёмно ехать да уж я на эту сумку смотрел столько ну не лет но с самого первого дня как я вошел в декатлон она понравилась мне всю эту покупку откладывал а сейчас а сейчас она настолько удобно она удобно мне с батарейками работать для гопро удобно для телефона она разгрузила сумку на руле туда теперь можно футбер для очков всунуть с очками естественно вообще она удобная она компактная ее можно передвигать быстро 15 евро ну 15 евро она может и не стоит но как бы я имею ввиду сама но вот сама фактически она ну да дает работает она на 15 евро часовинка какая-то бьет боже какой-то кайфа перезарядочка вот у нас я беру и делаю по одному не подключаю два чтобы не давать большой ток на powerbank то есть просто вот проснулся увидел что что-то позеленело или если потухло все значит все оно ток не берет и этот отключается то есть взял эти все три вытряхнул три всунул